всем привет всем привет всем привет всем привет всем привет всем привет слышно ли меня слышно ли меня слышно ли меня слышно ли меня после вчерашнего фейла немножко провел сегодня и вчера день с опять же с провайдером они конечно какие-то запредельные говноеды но это британский сервис если слышите булькает моя стиральная машина традиционно сегодня приходил мужик ремонтировать машину она сломалась не стала притекать работала стирала но протекала месяц назад вот я месяц звал мужика Он вначале был в отпуске, потом, соответственно, был занят. И вот только сегодня пришел, ну и спрашивают, что такое грустное. Я сказал, он португалец, Горбачев умер, да, все понятно. На самом деле, ну, я вчера, по-моему, вот в этом МБХ ночном сказал, что дополнительный источник грусти, конечно, улюлюканье вот этого патриотического жлобья, так сказать, да, которое, ну, там, я не раз жаловался на то, что смотрю на мир часто через чужие реакции. И они для меня имеют большее значение, чем, наверное, заслуживают. Тем не менее, да, удручает, деморализует прямо именно вот эта радость. Не в смысле там люди пляшут на покойники, а вот именно само отношение, что ли, этих людей, которые действительно в реальности многим обязаны Горбачеву в той или иной мере, да, вне зависимости от поколений, и позволяют себе неподобающим образом себя вести. При этом также сегодня спотыкался о комментарии либеральной аудитории, скажем так, которая говорит, ну, понятно, да, вот ездил в больницу, сообщали, что вот он накануне приехал в больницу, и, соответственно, на гемодиализ приехал и там умер, а про войну не высказывался. И на самом деле вот сейчас я неуполномочен, и не мне Муратов это рассказывал, но это можно было считать с знаменитой беседы Муратова и Киселева, когда Киселев также бросался на Муратова. А что же твой друг Горбачев молчит о Муратов? Ну, вся беседа, если помните, была странная, да, он как-то себя вел излишне, может быть, агрессивно на пустом месте, скажем так, Дмитрий Муратов, да, не основательно, собственно, лицо новой газеты, главный редактор ее, пока она существовала в прежнем виде. Он, соответственно, говорил, Женя, как тебе не стыдно, как тебе не стыдно касаться такой темы, как здоровье Михаила Сергеевича. На что Женя говорит, ну как же, а вот в российской газете в начале марта его интервью, где какие-то обтекаемые фразы про войну, на что Муратов говорит, не читай советские газеты. Вот здесь давайте очень осторожно, и что называется, неуполномочен, но скажем, что Горбачев не знал, что есть война. Ему пытались объяснить, но как бы он уже был не в том состоянии, чтобы вникать в происходящее, поэтому эта претензия к нему отметается, ну и, собственно, наверное, она смягчает, естественно, ну и возраст, и, если помните, собственно, еще в начале десятых были эти регулярные истории, когда какие-то тролли писали о смерти Горбачева, и как-то так вышло, что я начал ему звонить каждый раз, живы ли вы, да жив, и, собственно, это во многом привело и к книге Горби Дрим, ну и вообще, к той нашей встрече, когда, если помните, я пел ему песню «Все идет по плану». Естественно, да, ну, собственно, сегодня вы читали, наверное, мою статью про Горбачева, это не могу назвать некрологом. На самом деле, ну так же, тут чего греха таить, обычно как-то мы с вами живем вне всего этого, да, но когда есть какое-то событие, про которое все высказываются, происходит такое невольное соревнование, и, несмотря на то, что многие, скажем так, из вас, в том числе, спасибо большое, статью мою похвалили, я про нее отдельно сейчас поговорю, я, наверное, спасовал и не стал писать некролог, именно в том смысле, что примерный набор кирпичиков, из которых складывается прощальное высказывание о Горбачеве, он понятен, и там, вы откройте любого автора, хорошего, плохого, там, не знаю кого, у всех примерно все одинаково, я решил чуть-чуть шаг в сторону сделать, тем более формальный повод у меня есть, реальный некролог я написал в день его 90-летия, он его публиковал, и «Репаблик» его опять репостил, сегодня спасибо им за это, и я решил коснуться вот той темы, про которую тоже иногда говорил, и на самом деле люблю говорить, те загадочные полгода Горбачевской реакции, которые, да, начались, ну, как отсчитывать, либо с отставки Шаварнадзе, старшее поколение помнит, тоже удивительно, как меняются образы, меняются маски, даже для меня уже Шаварнадзе, прежде всего, кто, многолетний президент Грузии, которого свергал потом Саакашвили, вот такое, как бы, лицо Грузии 90-х нулевых, хотя в 80-е годы Шаварнадзе был фигурой буквально мирового масштаба, как министр иностранных дел Советского Союза, именно тот самый министр иностранных дел, который распускал, по сути, Советский Блок и налаживал отношения с Западом. И вот, соответственно, в декабре 90-го года на съезде народных депутатов тоже, вот, опять же, эпизоды истории, которые в учебнике не записывают, но которые имеют значение. Будущий, как бы, свергатель Горбачева в составе ГКЧП непонятно и до сих пор непонятно, я склонен думать, что его Горбачев убрал для того, чтобы потом как-то так вот сжечь жертвенно, да, Геннадий Иванович Янаев, второстепенный профсоюзный деятель. Вот Горбачев его на том же съезде выдвинул в вице-президента Советского Союза, и он отвечал на вопросы депутатов. И, опять же, я не знаю, в чем, как бы, коллизия, типа, а что ты заболеешь-помрешь, кто-то его спросил, а скажите, а как ваше здоровье, Геннадий Иванович, как вот вообще, там, чувствует ли вы себя здоровым человеком? На что вице-президент Советского Союза ответил, дословно, ну, жена не жалуется. И это вызвало по тем временам какой-то отдельный скандал, потому что так говорить было не принято. Кстати говоря, как было принято говорить, и тоже это знаковая цитата, крутится, хочется ее куда-то использовать, да я наверняка и использовал, потому что в те годы был какой-то набор стандартных таких штампов, которые, как бы, изначально человеческие, но поскольку люди их регулярно повторяют, они превращаются в такую дикую казенщину. И вот как бы на... Особенно после тысячелетия крещения Руси, но когда еще была КПСС, был Ленин, и было не принято, не положено верить в Бога, значит, но уже было не принято быть атеистами, и не модно было. Соответственно, кто-то придумал, может быть, Николай Губенко, актер, да, знаменитый, тогдашний министр культуры Горбачевский. На вопрос, верить ли вы в Бога, надо было отвечать, я верю в Бога в человеке. Вот фраза, которая, как бы, ни к чему не обязывает, не выдает в тебе ни религиозного человека, ни атеиста, понимая, как хочешь. Вот опять-таки такие вещи сминаются. Ну да, собственно, вот либо отставка Бакатина, министра МВД, который действительно был, недавно тоже умер, они все умирают как-то одновременно, и Слиньков вот тоже, извините, если сбивчиво, но вот опять сегодня вижу в ленте, вот Горбачев положил конец вот этому мрачному совку, я помню в детстве, там, не знаю, Брежнев, партия, комсомол, по телеку постоянно Зайков, Слиньков, Воротников. На самом деле это троица, да, понятно, смешные рифмующиеся фамилии, но всех их, ну, наверное, кто там был, Воротников при Андропове пришел, как бы в политбюро, а Зайков и Слиньков уже Горбачевские, абсолютно клиентела, и, соответственно, эти люди, вот когда они звучали в программе «Время», то после программы «Время» начинался, там, не знаю, взгляд, с группой «Наутилус Помпилиус», которая там пела, или вообще какие-нибудь голые женщины по телевизору выступали, да, или Кашпировские. То есть это уже какая-то поздняя перестройка, и Зайков, Слиньков, Воротников, они ее как раз олицетворяют, не имея, конечно, никакого отношения ни к какому замшелому совку, но кому это сейчас объяснишь. Так вот, либо отставка Бакакина, либо отставка Шаварнадзе, когда он, выйдя на трибуну съезда, на котором избирали Инаева, сказал «Грядет диктатура», типа «Я предупреждаю», еще с таким диким грузинским акцентом, и, соответственно, ушел после этого, не то что на какое-то время стал популярным героем либеральной прессы, а также, помню, в девяносто уже первом году в программе «Время», значит, комментатор, там, подводя итоги года, говорит, и вот редкий человек, которого можно назвать пророком в своем отечестве, Эдуард, там, вроде, Шаварнадзе, что-то там говорил. Да, то есть какая-то у него была тогда странная репутация, и закрытие программного взгляда, естественно, вот, наверное, самое близкое, самое понятное людям явление декабрь девяносто-го года, как раз из-за того, что они позвали в эфир Шаварнадзе. И после этого на несколько месяцев начался, в общем, такой довольно жесткий хардкор, который к классической перестройке, которую все помнят и любят, отношения действительно не имел. Здесь и танки в Литве, меня спрашивали, ну, а как же там, были же саперные лопатки, было Баку, и я отвечаю, как бы это не есть попытка уйти от какого-то противоречия, действительно так и есть. Саперные лопатки в Литве, в Грузии, 9 апреля 99-го года, да, и Баку тем более, где вообще до сих пор, как бы я сам склоняюсь к тому, что использование танков в Баку, типа, да, дикость, да, тоталитаризм, но танки давили, не народное восстание, все-таки армянский погром, разница, наверное, есть. Тем не менее, это были эксцессы, такие вспышки, там, не знаю, уходящего тоталитаризма на общем каком-то, ну, понятно, освободительном фоне. То есть, да, Тбилиси, но Тбилиси сопровождалась и комиссия Собчака в Москве, и журналист Юрий Рост публиковал эти знаменитые фотографии, когда каратист бросается в полете этом каратистском, задрав ногу на десантника какого-то. В общем, понятно, в стране демократия, но вот есть такой, как бы печальный, грустный эпизод, который, как бы, символизирует уходящий тоталитаризм. А Литва произошла на общем фоне возвращения, да, диктатуры буквально, и слово диктатура звучало, и Горбачева называли диктатором. Литва, там, естественно, Рига немножко, она в тени, потому что в Риге не было крови, и в Риге не было внешних солдат, по-моему, главное, что он там орудовал рижский ОМОН. Вот, ну и как бы цензура на телевидении, причем вот именно так же, что имело большое значение, все заметные перестроечные персоны от Горбачева отворачивались, публично отрекались, и газета Московские новости писала, что вот режим, который не хочет уходить со сцены. И вот об этом я писал, в этом, как бы, не некрологе, да, в тексте, который вместо некролога, естественно, имея в виду, что вот Путин сейчас переживает, как бы, по своей инициативе, по своей вине тот же период, который был краткий у Горбачева. Горбачев в итоге, да, как-то непонятно очнулся, и к лету 91-го года, что называется, вернулся в демократы, а ультраконсерваторы оказались традиционно посрамлены. На самом деле, эта мысль, она вот о том, что в тот момент такие советские, ну, опять же, коллективные проханов, и даже в последнюю очередь лично проханов, скорее, какие-то собирательные, нео-сталинисты из власти, из интеллигенции, которых тоже хватало, да, они делали свою финальную ставку на Горбачева, понимая, конечно, что это Горбачев. Это вот тот самый нерешительный любитель полушагов и полумер, собственно, инициатор той смуты, которая тогда началась. Но они делали на него ставку, потому что больше ни на кого, ни на кого им делать было ставку, и больше ничего у них за душой не было. И в этом положении находятся, конечно, нынешние лоялисты и широкий круг опять же консерваторов всевозможных, которые также ставят на Путина, понимая, что рано или поздно он их, конечно, кинет каким-то образом, но у них тоже ничего нет. И этот такой, ну, наверное, локальный, да, маленький эпизодический урок я решил как бы сделать финальным словом над умершим Горбачевым, потому что сегодня это имеет наибольшее значение. У меня, да, что называется, пользуясь случаем, помимо Кашин Плюс, а сам текст сегодня без паевола, между прочим, имеете это в виду, поэтому, если вы не подписаны, но думаете подписаться или нет, зайдите ко мне в телеграм-канал Кашин, значит, Кашин обычный и прочитайте сегодняшнего Горбачева. Ну, а так вот, кнопка подписки на Кашин Плюс, всем ее желаю нажать, дело хорошее, спасибо большое, я рад каждому подписчику, вы это, наверное, прекрасно знаете, в среду, сегодня среда, в пятницу будет ближайший текст, вот, ну и да, я, пользуясь случаем, время от времени, особенно в начале десятых годов, до рождения Нилы, описал всякую прозу, которая у меня объективно слабее моих популяцистических текстов, скажем так, и одна из книг была посвящена Горбачеву, это, собственно, то, что я сегодня постил, его автограф на его мемуарах, Олега, вот, в этой книге все правда и никакой фантазии, потому что я ему вручил книгу «Где все неправда» и «Где фантазия» Горбедрим, и да, в ней, на самом деле, вот, ну, там, общий сюжет, там, кто не будет читать, что Сталин с Сусловым его выбрали в молодости, и, соответственно, сделали, поручили ему с самого начала демонтировать Советский Союз, который был уже не нужен, поскольку он был заточен под Вторую мировую войну, и никакой другой цели не имел. Понятно, это как бы такая завиральная конспирология, но, тем не менее, во-первых, я действительно, и я его спрашивал, и он, опять же, в присущей манере от ответа уходил, но сам он, да, сам он культивировал неоднократно и публично, в том числе, миф о том, что его молодого Горбачева, главным покровителем во власти, был Ставропольчанин, его земляк, ну, условник, конечно, Ставропольчанин, там родившийся, а потом там отдыхавший. Андропов, который, как бы, имеет положительную до сих пор положительную репутацию в глазах, по крайней мере, не у советской публики. Я считаю, что его вытащил Суслов, который как раз всегда был хозяином Ставрополья, даже уже, когда уехал к Сталину в Москву работать. И, собственно, Суслов отвечал и за выбор нового кадра на место загадочно погибшего Федора Кулакова в 78-м году. Ну, и вообще нет оснований думать, что если бы как-то, значит, Суслов и Андропов были в клинче по вопросу Горбачева, то Андропов бы победил, скажем так. Я ставлю на Суслова и поэтому. И, во-вторых, вторая моя мысль, которая тоже, мне кажется, вполне реалистична, ну, как, она объективна. Любой советский лидер, включая Сталина, от точки, когда он делается первым лицом формально и до точки, когда он делается первым лицом, реально проходил довольно долгий и болезненный путь. Даже Сталин. У Сталина, там, Ленин умер в 24-м году, еще в 34-м Сталин не чувствовал себя полновластным хозяином партии на 17-м съезде. И, как мы знаем, Киров занял первое место при голосовании при избрании ЦК, да, что недопустимо невозможно. Последних каких-то своих, там, прежних, да, недоброжелателей из политбюро Сталин поубирал, там, ну, условно говоря, в 37-м году, то есть спустя 13 лет после прихода к власти. У Хрущева, там, понятно, у него дистанция было меньше 10 лет, но, собственно, да, он до 57-го года, то есть 4 года первое власть и сидел в одном политбюро со своими врагами. Молотовым, Маленковым, примкнувшим к ним Шипиловым, да, Ворошиловым, Булганином. С Булганином вообще было соправление. Они всегда вдвоем ездили, поскольку формальным первым лицом государства был премьер-министр Булганина, Хрущев, да, первости РЦК. Брежнев то же самое. От Подгорного, который, как бы, называл себя президентом Советского Союза, он избавился только к 77-му году, то есть 13 лет он был частью триумвирата. Подгорный, Брежнев, Косыгин. Косыгин тоже до 80-го года сидел, и только после 80-го Брежнев, то есть уже совсем за два года до смерти, Брежнев смог сделать премьером своего человека. И вот на этом фоне Горбачев, который там от первого ряда своих врагов, там, типа, Романова или Гришина, избавился просто на первом же пленуме, когда пришел к власти. От остальных ветеранов, там, через год, через два, там, не знаю, Кунаева силой, да, разгоняя демонстрацию в Алма-Ате, уничтожил через полтора года после прихода к власти. И к 88-му году, то есть Брежнев к этому шел 13 лет, а Горбачев три года стал первым лицом государства. То есть действительно такая колоссальная скорость, которая как раз его характеризует как вполне такого мегатерминатора византийского, советского, коммунистического мира. Естественно, все упирается в вопрос о Ельцине. Здесь, это тоже у меня в Горбедриме сюжетная линия, здесь, конечно, гораздо более скользкая, конспирологическая фигня, но если посмотреть любые ключевые точки биографии Ельцина до 91-го года, неоднократно Ельцин как бы спотыкался, терял все, ну, там, начиная, собственно, с отставки, да, своей скандальной из московского горкома, и каждый раз именно Горбачев зачем-то непонятно, необъяснимо своему, в общем, врагу протягивал руку и говорил ему там, типа, вот, а теперь сюда, теперь сюда, теперь сюда. На ту самую 19-ю партнерференцию, где была полемика Борис-то не прав, Ельцин как бы, ну, он не должен был туда попадать, он уже никто, он там, замминистра какой-то ничтожный, да, его в последнюю минуту по звонку из ЦК протащили через Карелево, в которой он никогда не бывал, зачем? И вот вопрос, скорее всего, реалистично, Горбачев как бы хотел публично, значит, одержать победу над популярным, значит, опальным политиком, у него не получалось, а он опять и опять, да, тем не менее, мне приятнее, по крайней мере, думать, что Горбачев таким хитрым образом, понимая, что там у него дальше вопрос личный, буквально, погибнуть ли под руинами или не погибнуть, таким образом себе готовил преемника, который, ненавидя его, это тоже такой медицинский факт, даже, кто смотрел Манского, не Горбачев рай, я как раз не стал смотреть, зачем, о Свидетеле Путина, фильм, который, собственно, про новогоднюю ночь с 99-го 2000-го года во многом, и как раз там Ельцин сидит дома, тыкает телек, да, не новогодняя ночь, день голосования, когда уже Путина выбирают, тыкает пульт, по одному каналу Горбачев дает комментарий, по другому Горбачев, и Ельцин прямо трясет, он говорит, опять этот, эта мразь там выступает, уберите его, ну и да, я сегодня, кто не видел, две песни выложил в телеграм-канале своем, не хватает третий, но она уже, бог с ней, тем более, она более известная, третья песня, я имею ввиду, последняя, да, буквально записанная за день до смерти, песня Игоря Талькова, сентябрь 91-го года, или, окей, август 91-го года, конец августа, после Путча, песня, господин президент, обращенная к Ельцину, где, как бы, от имени радикалов Тальков с Ельцина спрашивает за его компромиссы, скажем так, и одна из строчек, там, что господин президент, там, преступник Горбачев от вас под левое плечо, то есть, действительно, как бы, отношение в этих, по крайней мере, кругах было такое, ну и меня удивившее, я сам ее впервые увидел, как раз, в запрещенной уже передаче «Взгляд», которая, будучи изгнанной из телевидения, значит, ездила с гастролями по стране, а потом эти кассеты, они как-то продавали, ни разу не держал в руках, но читал в газетах, что есть такие кассеты с передачей «Взгляд», Юрий Шевчук где-то в январе 91-го года поет песню «Горбатое зло». Горбатое, понятно, Горбатое, это одна из кличек Горбачева, соответственно, «Горбатое зло» идет по Литве, ты слушаешь, у тебя челюсть отваливается, а в третьем куплете, там, соответственно, по Неве идет уже не просто «Горбатое зло», а «Маленький фюрер». И ты думаешь, кто такой «Маленький фюрер», неужели Шевчук предсказывает Путина, который к нам из Невы пришел? Нет, как бы в течение 600 секунд «Маленький фюрер» расскажет вам, что сегодня добро, что сегодня зло. А, понятно, в общем, настолько кринжовая песня, что сам Шевчук ее, видимо, никогда не пел, послушайте, она у меня в телеграм-канале. А вторая песня, которую я помню, как ее по радио один раз прокрутили, и я, опять же, будучи, ну, там, понятно, и конспирологом, и, наверное, слишком упрощаю, уж нравы-то шоу-бизнеса, но, по крайней мере, Сергей Рогожин, забытое совершенно имя, он у меня во френдах в фейсбуке, солист Ленинградского мюзик-холла и солист группы «Форум». Группа «Форум» гремела в середине 80-х с солистом Виктором Салтыковым, первым мужем Ирины Салтыковой, а потом Салтыков ушел в сольное, его заменили на Рогожина, вот на этого ленинградского, и у него был хит «Ты моя летняя зима, мое зимнее лето». В принципе, ну, один там из, там, топ-10 тогдашних советских эстрадных певцов. И вот он спел песню, поступил очень добрую, душевную, с детским хором, по ступеням тающих лет. Вы уходите первый на веки последний, господин президент, и вы столкнули первый камешек с горы, поэтому все грехи мы вам прощаем в декабре 91-го года. И после этого исчез, и из телека, и из радио. У меня ощущение, что вот, опять же, тот же Борис Николаевич, которого от Горбачева, повторим, реально трясло, буквально там сказал, чтобы этого, как бы, нигде не было. А тогда, собственно, телевизионно-радиеная инфраструктура была буквально такая же советская, с одной кнопкой, с одним вентилем, который можно было притушить. Ну, собственно, посмотрите, посмотрите эти клипы. Да, что касается Горби Дрима, один из вас сегодня искал мою книгу «Приморские партизаны» на Озоне, нашел, и всем советую, опять же, ее там приобретать, в том числе, и прислал скрин, и там, да, Горби Дрим висит, и висит, да, почему-то DVD «Белое солнце пустыни», такое желтенькое, оно там написано, Олег Кашин. Я забыл совершенно начисто об этом, у меня в жизни была такая подработка, спасибо моему другу Ивану, не знаю, смотрит он это сейчас или нет, глобально это был холдинг «Комсомольская правда», и было это в конце нулевых. Они делали коллекцию советских кинофильмов, и буклеты, причем такие толстые, страниц по 20, для этих самых DVD писал я, значит, с огромным удовольствием, то есть, понятно, глобально это, наверное, халтура, но тем не менее, да, вот есть у меня и так, такого рода страница творчества, кому интересно, покупайте DVD с «Белым солнцем пустыни», потом я понял, что как бы странная работа, и переадресовал, соответственно, своего друга Ивана к великому, соответственно, Рогожин, мне подсказывают, из зала еще первый, солист Ауксована, наверное, не знал, вообще дико интересно, переадресовал своего друга Ивана критику Дениса Горелову, который эту серию потом и заканчивал, сейчас Денис Горелов выступает на Z-фестивале в городе Воронеже, но великим от этого быть не перестает, диалектика, опять-таки, да, ну и, собственно, тоже поделюсь наблюдением, призываю вас подписываться на Кашин+, сегодня вот эта моя публикация про Горбачева, довольно пространная, с гиперссылками, всеми подобающими, процитировали «Лента.ру» и «Новая газета Европа», «Новая газета» прямо удивила, потому что, ну, Кирилл Мартынов вряд ли бы сам, в смысле, если бы он знал о том, что автор материала ситирует меня, вряд ли бы это стал делать, тем не менее, окей, два раза сегодня Кашин+, попал в большую системную прессу, и не сказать, что какая-то большая конверсия оттуда, новых подписчиков сегодня не больше, ну и не меньше, чем обычно, такое наблюдение, как говорится. Ну и еще два про Горбачева соображения в конспекте у меня вписаны, во-первых, вот я помню, опять же, из таких в детстве впечатливших меня очень текстов, я рассказывал, причем они для меня через запятую стоят, была книга Владимира Успенского, вообще военно-морского, такого скучного советского писателя, она называлась «Стайный советник вождя», скучная, ну, с таким, опять же, вот, горбедримовским сюжетом, как будто бы рядом со Сталином на протяжении всех этих 30 лет был некий белый офицер, который из него постепенно, значит, выдавливал коммунизм и внушал ему русские ценности. Ну, такая, в общем, романтическая для конца 80-х книжка. Я ее прочитал, и меня она потрясла в том смысле, что, оказывается, можно так неожиданно смотреть на реальность. До нее для меня была отрицательна Сталина константой, именно потому, что так положено, а я был маленький и еще не знал, что какие-то базовые вещи можно подвергать сомнению. А вторая книжка в той же романгазете она была в 92-м году, опять-таки, вот, для советского, как бы там, не знаю, медиапространства, да, какие-то, не знаю, прибалтийские, среднеазианские, там, чингисайтматов, украинские, деятели культуры, там, стояли через запятую с москвичами, ленинградцами, да, потом как-то вот все стали иностранцами, вот Борис Олейник один из них. Вот тогда, на момент моего детства, это, да, некий, как бы, ну, да, умеренный коммунист, да, из съезда народных депутатов, потом он исчез, и для Украины он какая-то уже отдельная фигура, герой Украины времен Ющенко, по-моему, и так далее, и так далее, и у него была книга «Посол беды», которая, ну, с таким очень легким, но все же уклоном в мистику, прямо, не «Посол беды» путаю, «Посол беды» — это статья Крючкова из КГБ про Александра Яковлева, у этого называлась книга «Князь тьмы», и он как-то вот именно на каких-то полумистических этих самых, типа, вот он приехал, Горбачев, в Киев в 85-м году и сказал, как у вас здесь хорошо, как будто на курорте, и типа через полгода бахнул Чернобыль, он знал, в таком духе, да, вот, доказывают, что Горбачев — сатана, и поскольку я был поклонником фильма «Омен», я подумал, а действительно, вдруг Горбачев — сатана, и вот как бы тоже такое было важное для меня озарение в детстве, но нет, Горбачев, конечно, не сатана, а наоборот, тут как бы вопросов нет. И вот опять же, в этом потоке говноедских постов, антигорбачевских, меня почему-то отдельно тронул пост, может быть, опять же, здесь имеет значение личность автора, это такая Шугаева, она жена одного из топов администрации президента сегодняшних, и, соответственно, вот она пишет, как бы как все, у нее есть телеграм-канал, она вообще там про диету так, блогер, да. «Для меня Горбачев, пишет она, это глупость, предательство, разруха и злоба. Прекрасно помню, как на премьере спектакля Горбачев в Театре Нации Чулпан Хаматова бросалась в ноги кровавому генсеку, продавшему собственную страну и предавшему свой народ крича Хаматова «Вы подарили нам свободу». Зал аплодировал стоя, а я сидела и испытывала жгучий стыд за публику, которую я забыла, как родители-инженеры, такие же, как мои, хоронили свои предприятия, забыла про массовый убийство 90-х, постоянную безнадегу, смешанную с ужасом в глазах близких. Горбачев – это стыд. Стыд, который не закончился с концом самого Горбачева, стыд, о котором нельзя забывать, чтобы его не испытали наши дети. Тут, понятно, дело даже не в замене 80-х на 90-е, а вот меня задело прежде всего, что человек, вот она, из номенклатуры российской, очевидно, не просто, дефицитный спектакль, модный, сам знаю людей, которые там доставали с боями какими-то на него билеты, на эту Хаматову. И вот она так же прорывалась через там головы других жен-чиновников на эту Хаматову, чтобы потом, когда станет можно, так-то, понятно, год назад Шилпан Хаматова имела совершенно другое, опять же, в этих кругах репутацию, чтобы теперь, вот, как бы, плюнуть и в Горбачева, на которого, которому посвящен спектакль, и в Шилпан Хаматову. Это, конечно, вот, мне кажется, вполне такая важная и понятная характеристика, характеристика среды. Ну, в общем, да. И, меняя тему, поскольку, ну, собственно, у нас хоть и стрим памяти Горбачева, я думаю, в чате еще что-то будет про него сказано. Кстати говоря, давайте по лайку, что ли, поставим в конце концов, друзья мои. Пожалуйста. Вот. Произвела на меня впечатление, причем я в этом смысле настолько одинок, что, наверное, говорить особенно ничего не буду, чтобы не выглядеть спекулирующим или пытающимся поймать хайп. Я одинок в ощущении, что вообще это, скорее всего, должно быть убийство. Да, Мананас Ламазян. Скажем так, вот тут не хватает, конечно, Голковского, потому что я про ее прошлое ничего не знаю. И посмотрите в Википедии такая вот буквально биография человека, которого можно назвать праздничным, в том смысле, что там администратор каких-то театров в Ереване и в Москве, потом Бабах, распорядитель каких-то гигантских западных денег, направленных на воспитание российской медиа, так сказать, молодежи. Вот, ну, в общем, да, важная системообразующая, действительно, фигура, скажем так, в НКО среде 90-х нулевых. И вот, соответственно, сейчас, во время войны, она, а это такая, знаете, классика там, и кому, известные, наверное, вам, по крайней мере, по фильму Парфенова «Русские грузины», соратник Сталина по эксам, то есть грабежам буквально, предреволюционной среды, попадает на пустынной улице под грузовик, да, Михоэлса списали, как попавшего под машину. То есть, ну, реально, вот такой прямо штамп из ужасных историй про НКВД. И когда такой человек гибнет под колесами автомобиля, не был ни разу в Ереване, но не думаю, что, как бы там, это какой-то особенный Нью-Йорк или там Москва в плане трафика, скоростей и так далее, не знаю. Ну, то есть, это первое подозрение. И почему-то ни у кого такого подозрения нет. То есть, ее все знали, ее все любили, про нее все пишут, ах, как жаль, ах, как жаль, но даже вот на этом уровне, блин, а вот как же так, как же, может быть, что-то здесь нечисто. Ни одной реакции нет, это прямо удивляет. По ассоциации я уже упоминал Талькова, помню, погиб Тальков в начале сентября 91-го года, а в начале, там, типа, февраля, наверное, 2-го, погиб в ДТП эстрадный композитор Виктор Резников. И я тогда был зрителем передачи Музабос, и очень хорошо помню контраст. Значит, Тальков, которого, блин, из пистолета убили, значит, после его убийства в Музабозе все, там, артисты, там, Газманов, еще кто-то говорят, не, ну, вот такая трагическая случайность, да, не повезло Игорю, как бы, ну, вот что делать, что делать, жизнь такая. Гибнет Резников в ДТП, ну, ДТП, опять-таки, там, ехал на машине, разбился, бывает, да. Те же, Газманов, там, Лариса Долина, уж не знаю, кто еще, с тем же выражением лица говорят, не, ну, такие люди просто так не гибнут, тебе что-то нечисто, надо разбираться. Вот это, опять-таки, из впечатлений детских той эпохи не мог не поделиться. Ну, и, собственно, да, действительно, когда я вижу сегодня прямо тоже самые, наверное, в квадрате говноедские посты, что, обратите внимание, да, вот эта сырышная мразь Исламазян, и вот ее и Горбачева оплакивают одни и те же люди. Вот, наверное, это пятая колонна. Стоит не забывать, когда ты считаешь такое, что тот же самый Дмитрий Киселев преподавал в школе интерньюз, да, собственно, и не только он. Да, про Маркова интересно, про политолога Маркова, ну, мы там, отсылаю вас и к нашему гостевому стриму, да, я думаю, не нужно отсылать никуда, потому что все знают Маркова, он, конечно, умнее, гораздо умнее, чем в среднем по палате в этой среде публичных лоялистов. Он был у нас в гостевом стриме, и там видно, насколько он, опять же, и умнее, и хитрее, и лукавее среднего прогринлевского политолога, или тем более депутата Госдумы. И вот сегодня у него был пост, маленький, случайный, полсекунды провисел, но все успели заскринить. По Херсону тотальная цензура. Наверное, он кому-то жаловался, что там, не знаю, пошел в передачу к Соловьеву, да, ему запретили говорить про Херсон. Читается однозначно. И поскольку, да, он пост удалил, но мы все заметили, он написал новый пост, прямо не откажу себе в удовольствии его прочитать вслух. Итак, логика Маркова. Будьте вдвойне внимательны сейчас, когда пишете здесь, политолог Марков пишет. Дело в том, что киевский режим ввел тотальную цензуру на информацию о боях в Херсонской области, а все там, и всем там интересно. Тем более, что у Кровлазки два месяца пиарили это наступление на Херсон. Уточняем, по официальным российским данным, боев там нет. И вчера еще, да, российская сторона все дело разгромила. Поэтому все, пишет Марков, украинские жители бросились сейчас в российский телеграмм, чтобы узнать что-то про бои на юге. Поэтому, один, вас всех по этой теме читают намного больше. Два, пишите и для них, поэтому никак нельзя писать типа поубивать всех хохлов. Три, а надо писать, как будут бывшие украинские регионы просветать в составе России. Четыре, и какой крутой Путин по сравнению с лживым накоманом Зеленским. Пять, и что Россия все равно победит, потому что русские всегда побеждают. Шесть, ну и пожалейте их, несчастных жителей Украины. Сами найдите как-то по-доброму пожалеть сирых и убогих. Семь поответственнее. В общем, надо сейчас писать. Гениальный пост, прямо действительно, вот Марков, которого мы как бы знаем и ценим, именно как такого наиболее тонкого и многослойного метаиронического пропутинского комментатора сегодня, мне кажется, себя превзошел. Так, теперь на звук сжалуется Пахом Пахомов, но здесь, как говорится, я ничем, по крайней мере, оперативно помочь не могу. Также обращаем внимание, что сегодня, по-моему, административка все-таки пока, но тем не менее, да, по отношению к Кристине Асмусу, которая из ее публичных высказываний сумели обнаружить только вот такой классический в начале войны, когда еще все были растеряны и наиболее какие-то смелые деятели шоу-бизнеса типа Урганта ставили черные квадраты и писали что-нибудь нейтральное, типа, ах, война, как жаль, что она началась, скорее бы закончилась, да. И вот за такой уже пост, причем задним числом, спустя полгода пришли за Кристианой Асмус. Интересно, чем кончится? Действительно, как бы вот, если порог, опять же, допустимого высказывания смещается еще в эту сторону, то мы не удивимся, что к концу года начнут практиковать смертную кальнез, какие-то неправильные уже именно высказывания, а не действия. Сегодня также был очень странный ФСБшный ролик про вынесение предупреждения петербургскому студенту, который, причем студент, обучающийся на военной кафедре, который якобы пытался, якобы пытался выйти на украинскую разведку, чтобы помогать деньгами ВСУ. Такая странная формировка, как будто бы, как будто бы, чтобы помогать деньгами ВСУ, обязательно надо искать какого-то резидента, а не прогуглить, там, где Аркадий Бабченко собирает на тепловизоры. Ну и здесь, наверное, я думаю, просто действительно, вот там, все, что мы знаем о российских силовиках, тем более работающих в этом жанре, условно говоря, Центр-Э, ну и, соответственно, та часть ФСБ, которая занимается протестной молодежью. Нормальный оперативник, встретившись с таким студентом, который ищет украинцев, сумел бы дотолкать этого студента до реального состава по статье о госизмене и по-настоящему посадить, заработав себе, там, не знаю, премию, желчку на погоны или нет. Предупреждение, это как бы, так оформляемое публично через публикуемое видео, это, что называется, сознательное сбрасывание буквально жирной по КГБшным меркам рыбы с крючка. По итогу, наверное, стоит поставить на то, что это видео полностью какое-то выдуманное, направленное на запугивание студентов, молодежи вот на этом уровне. Обращаем так же на это внимание. Также обращаем внимание на то, что вот сегодня всех бомбануло, ну и правильно сделало от учебника, от анонса министра просвещения Кравцова о том, что на завоеванных российскими вооруженными силами украинских территориях будет российский, который сейчас готовится в Москве, учебник классического украинского языка, наверное, да, там надо будет Ахмат Сила, да, через с этой самой источечкой, да, что-то такое. Ну, действительно, вот теперь украинизацией и дирусификацией уже на широкую ногу будет заниматься российская власть. Но как бы это понятно, здесь особенно нет повода никак резонерствовать. Но помимо этого, Кравцов также сказал, что все линейки на 1 сентября должны быть очными. И оказывается, и здесь я отсылаю вас к своей колонке в проекте Кашин Плюс под названием Капитуляцию примут Богомас, подпишут Богомас и еще кто-то, да. Брянский губернатор Богомас. Брянск обычно не очень звучит, да, в контексте войны, обычно Курская область. Тем не менее, приграничная Брянская область. Богомас объявил, что, значит, сколько там. А, бессрочно. С 1 сентября в 15 школах в приграничных районах соответственно вводится лиценционное обучение. То есть, называется, как пишут в мемах, да, Богомас больше Кравцова. Ну, как говорится. Сегодня важные даты. Первое, это годовщина, значит, вернее, как мирного входа в Кабул талибов и, собственно, падения прежнего проамериканского афганского режима. Я подписан на телеграм-канал Голос Афганистана. Там всевозможные радости. Причем, в частности, вот есть картинка там по случаю там Дня Победы, а у них какое-то еще свое литое исчисление, поэтому дата там сегодня 16 число какого-то, не знаю какого месяца. У них спортивные соревнования. И смотришь видео, а там вот эти бородатые мужчины в чалмах и с автоматами выстраивают такую человеческую пирамиду, друг на друга прыгают. Явно там этому их научили какие-то советские физкультурники 40 лет назад. Не знаю, может быть, опять же, это мой русоцентризм, но выглядит буквально так. И второе, что впечатлило, во-первых, да, по случаю Дня Победы какие-то талибские боевики раздают горожанам, жителям Кабула, сладости. И много-много фотографий, где на фоне каких-то запредельных либо руин, либо они всегда были какими-то адовыми трущобами, опять же, мужчины с бородами в чалмах реально вручают какие-то западные шоколадные батончики всевозможным там чумазым туземцам. И какой-то из чумазых, извините за, это не расизм, это описание того, что ты видел визуально, да, на этих картинках, какой-то туземец болен и, соответственно, талибы собрали ему денег на лечение, 63 доллара. Ну, вероятно, должно хватить. Также сегодня, дай бог памяти какая, 26-я годовщина Хасавюрского соглашения, когда секретарь Совета Безопасности России и, наверное, хоть и краткий период, но, тем не менее, он был самый популярный политик в реальности, да, тогдашний поствыборный, да, после выборов Ельцин-Зюганов, когда Ельцин слег, Зюганов, соответственно, продал Анос, и кто остался? Остался Александр Лебедь, вот он, будучи действительно лицом России на тот момент, подписал с командующим силами Ищкерии мирное соглашение, Асланом Масхадовым, мирное соглашение, вскоре после неожиданного изгнания федералов из Грозного во время, значит, сенсационного штурма чеченцами. И все тоже смотрят это интервью Лебедя Евгению Киселеву, где Евгений Киселев объясняет, говорит, что он тоже воевал в Аганистане, ну, наверное, КГБшник переводчик в другом положении, а у Лебедя вот тогдашний его не в бойство слова нарратив, он действительно прямо его там всюду проводил, что война, она как бы заканчивается в любом случае как бы либо тупиком, либо катастрофой, поэтому в любом случае всегда в любой войне надо остановиться и мир, и вот слово навоевались, он его использовал в предуберной кампании, я генерал, я навоевался, имея ввиду прекращение противостояния сторонников Елисна и сторонников Дзиганова, и подписав бумагу, он сказал, ну все, навоевались. Интрига главная, которая сопровождает вот текущий момент, если в российской элите такой человек, генерал Лебедь, опять-таки, на любом уровне, но, собственно, уровни, как показывает практика, могут меняться довольно быстро, там никакого Лебедя как сущности в российской элите, в российской власти, вернее, ну в элите, наверное, был, но как оппозиционный политик, в российской власти еще весной 96-го года не было, есть ли где-то какая-то фигура, которая однажды, там, не знаю, дай бог, чтобы скорее окажется лицом к лицу с Владимиром Зеленским и скажет, хватит, навоевались, давайте на это надеяться. Классический украинский язык, да, значит, ну про умное голосование я говорил вчера, просто сегодня увидел пост Любови Соболь, где она говорит, вот сейчас мы выкатим вам список кандидатов по умному голосованию, мне кажется, они даже остроумно вышли из положения, которое очевидно есть в том смысле, что вот этим людям, очевидно, не принимающим решения, но окей, Навальный всегда давал команды, сейчас Навального нет, и конечно, вот на фоне вчерашней новости от Навальной помещен в СИЗО, сегодняшняя его большая телега на тему умер Горбачев, как жаль, а ее он в СИЗО писал, да, и как бы передавал каким-то образом, но очевидно, за него пишут, тем более телега такая бесцветная, абсолютная, в общем, очевидно, он не может дать команду своему, как бы, коллективу, что умное голосование пора заканчивать, это какой-то адский позор, поэтому они, как мне кажется, я их прям похвалю, довольно остроумно вышли из положения, а именно сказали сегодня, что список умного голосования будет сформирован в зависимости от отношения кандидатов к войне на Украине, то есть как бы будут призывать только за тех, кто войну осуждает, поскольку войну осуждать в России как бы нельзя, и уж на выборы таких людей точно не допускают, по идее, тогда список умного голосования должен быть пустым, но это же называется предположение, может быть, опять-таки, все не так, безоблачно, увидим, ну и да, обратил внимание, на после боя Соболь специально посмотрел твит, посмотрел реплай, там десятки ответов и ноль радостно, типа, да, да, пойдем наблюдательно, пойдем голосовать, реально прямо все, 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 даже какие-то вот очевидные, там, я ходил в прошлом году, а потом оказалось, что электронное голосование перевешивают, так же удивительно, вот как устаревают какие-то там казавшиеся таки важными, по крайней мере, год назад вещи, обращаем на это внимание. Еще хотел бы, поскольку сегодня День смерти Илья Еренбурга, обратить внимание на то, что действительно, я, ну, мы наблюдаем, что вот сейчас сложился такой, опять же, большой довольно слой про-военных, про-зешных авторов, не только военкоров, но вот и поэты пресловутые, просто люди, типа, Захара Прилепина, того же самого, которые явно, причем искренне, и считают, что они правы по-настоящему, а не просто, что называется, работают, да, чувствуют себя наследниками литераторов, советских писателей, поэтов Второй мировой войны, и там первыми номерами в этой иерархии, конечно, стоят Симонов и Эренбург. Вот, Эренбург, который был с 41 по 45 год, действительно гений, и, наверное, из всего, что он в жизни писал, описал он много, и прозы, и стихи даже писал, и, соответственно, мемуары великие у него. Из того, что им написано, конечно, вот эта антинемецкая, дико, сама по себе, фашистская, да, российская, вот просто запредельный хейт-спич, да, по отношению к немцам. Публицистика, это вершина его литературного творчества, тут, конечно, нельзя отменять, но также нельзя отменять, что эта работа была как раз вот в его жизни наиболее утилитарная, наименее соответствовавшая его личности. И настоящий Эренбург, конечно, там, в книге, там, сколько в ней, там, в 3-4, «Люди годы жизни», которую всем советую читать, и, там, во многом она, там, естественно, там, нет никакой, никакого пересмотра его позиции, не может быть, да, естественно, он не любил немцев, не любил фашистов, но, тем не менее, она немножко делает его более сложным и выпуклым, нежели тексты типа, «Убей немца», а также я прям советую всем найти его книгу, она называлась, по-моему, «Лик войны», ее лет 5 назад издавал Европейский Министерство Петербурга, для меня это было прям колоссальное открытие, он, ну, будучи, естественно, молодым автором, еще не тем, оренбургом, также писал, буквально, колонки, во Франции, по-моему, как раз писал, ну, на русском, а для какой газеты, не помню, не знаю, о Первой мировой войне, и как раз вот удивительно, именно в исполнении такого человека, про которого мы помним, что при слове «немец» он разряжает свое оружие, да, прямо вот нормальное и правильное сочувствие там к немецким пленным, которых он видит, и общее отношение к войне, как, наверное, было принято в интеллигенции Первой мировой войны относиться, то есть там совсем другой Оренбург, найдите его и не считайте его Захаром Прилепиным 40-х годов, он этого не заслуживает. Поставьте мне еще по лайку, и тогда я вам скажу, что, во-первых, завтра в 9 вечера, скорее всего, будет очередной стрим с нашим другом, гостевой, с Петром Милосердовым, а поскольку я понимаю, что поклонников у гостевых стримов с Петром Милосердовым, наверное, меньше, чем у поклонников классических сольных авторских стримов, классический сольный авторский будет в тот же день, завтра, но чуть-чуть раньше, там, не знаю, в 6, может, вечера по Москве, давайте так, ориентировочно прикинем. Вот. На этой ноте я еще раз канал Кашин Плюс, он того стоит, он того заслуживает, и теперь на этой, на этой ноте я поворачиваю голову к чату. Итак, фульманолог, политруста Горбачевская, затея Гельмут, наверное, подсобил, опять же, я сошлюсь на горби Дрим, а почему я на него ссылаюсь, потому что, с одной стороны, я сам в глубине души в такое верю, а с другой стороны, в этом неприлично сознаваться. Очень похоже, в том смысле, что и немецкий, официальная сторона явно как-то в этом участвовала, и заинтересованных лиц в советской как бы номенклатуре в том, чтобы был повод для зачистки военного руководства, тоже хватало. Но всерьез об этом говорить не стоит, чтобы буквально не сойти с ума. Эль Руссион, 70 лет нацистского эксперимента нанесли бы больше вреда, чем 70 лет эксперимента коммунистического, или красный уничтожили что-то большее, чем жизни сотен тысяч людей, если что-то важнее жизни. Нет ничего важнее жизни, и об этом на похоронах Константина Черненко говорил Горбачев, то есть это было его первое публичное заявление в качестве первого лица. Но я думаю, что все-таки 70 лет нацистского эксперимента, не сказать, если бы меньше ущерб, да, но даже вот на такой, на одинаковой дистанции, конечно, коммунизм зло, большее, потому что все-таки не покушались нацисты на там, не знаю, культурную основу бытия немецкого общества, которая состояла из там повседневности бюргерской, да, и из, ну, по крайней мере, части какой-то там правого спектра, тем не менее, гуманитарной деятельности, там, и так далее, и так далее. Поэтому нет, я думаю, зла было бы, там, грех так говорить, но все-таки в сравнении с большевизмом меньше. Марат говорит нам, и вы там наверху, от вас опять спасения нет, не могу больше слушать, я ваш кардебалет, и вы там наверху, не топольщите как слоны, от себя отдохните, но дайте, дайте тишины. И Марат правильно совершенно говорит, ну, мы как люди, чье общее детство прошло на одних букварях, как учил нас Андрей Макаревич, понимаем, о чем речь, а именно, что вот песня, вышедшая, по-моему, в Новый год, 85-й, то есть, еще при Черненко, Пугачевой, да, потом она объясняла, что я первая сказала, эй, вы там наверху, обращаясь к политбюро, что, как бы, хватит. И она, как бы, в своем праве, тем более, действительно, для очеловечивания советского общества она сделала, ну, меньше, чем Горбачев, но тоже очень много. Олег Эскапист, несколько удивилась, держанная реакция профессиональных слов патриотов, может быть, и общество в последние годы начало понимать, что МС был единственным нормальным в среде вот этого всего. Вы знаете, не обратил внимания в том смысле, что, окей, у меня, может быть, уже телеграммная линза искажает восприятие, но в телеграмме патриотическом прямо какая-то ебаная вакханалия. Олег Эскапист, вообще отношение к Горбе, больше последствия пропаганды нулевых, или от совки от души обиду затаили? Совки от души обиду затаили, да, и как бы смешались образы Ельцина и Горбачева, и отдельно, ну, я на это неоднократно жаловался, да, конечно, поражает апроприация ельцинцами и Горбачевских достижений, да, за что мы любим Ельцина? Ну, как там, свобода слова, там, свободные выборы, выезд за границу, там, говно. Все Горбачев в смысле. Максим Йоба, всем привет. Эльдер Уссион, хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширею пашины полей и у березы тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны. Это да, Корнелия Суля. Олег, почему номенклатура РСФСР стала субъектной к концу союза? Как люди без своей компартии гыбни поняли, что с Днепровскими им не по пути? Нет, не согласен абсолютно. Номенклатура РСФСР возникла с нуля в 90-м году. Ее создавал Борис Николаевич, да, инкорпорируя в нее какую-то, там, наиболее, наверное, хитрую часть советской элиты, типа Ивана Степановича Силаева или того же Юрия Скокова. И случайных людей, и, собственно, вот из народа, из среднего класса, которые тогда активно шли в политику. Ну, собственно, Ельцин довольно быстро их растерял или там сознательно зачистил. Нет, номенклатура РСФСР не была как таковой, ну, федеральная, да, московская. Так-то понятно, там, если это секретарь обкома в Воронеже, конечно, это номенклатура РСФСР. Да. Лекоскопист. Нет, говорит, лекоскопист. Не знаю, о чем речь. Не хотят, наверное, да. Скитали с интернета 50 на 50, хотя точно сложно подсчитать. Это да. Эльдерус Сион позабавила новость, что РФ оставит изучение украинского как родного на освобожденных территориях. Путин сделал из чеченцев больше чеченцев. Теперь хочет из украинцев сделать больше украинцев. Да, конечно, да, конечно, как учил Константин Крылов. Если у российской власти есть выбор, она выберет тот вариант, который хуже всего для русских. Для уничтожения русского языка и культуры во всем мире и в Украине в частности никто не сделал больше, чем Владимир Владимирович Бандера и Шухевич бы им гордились. Да, разумеется, кстати говоря, один из вас сегодня обратил мое внимание на то, что оказывается в городе Ивангарде и Ленинградской области, которые на Нарву смотрят, будут ставить, собственно, такой же памятник Т-34, как бы памятник Нарвскому памятнику снесенному. И отдельно уточняется, что Т-34 на ходу. Он как бы рабочий и намекает, как бы, мэр города, что если что, можно поехать на Нарву на этом танке. И когда вот, да, там, ты сам уже, ну, собственно, я сам был близок к этому, там, пару лет назад, да, что, ну, понимаешь, ну, стоит танк и танк, намоленное место, символ, уже ничего не значит, никакой агрессии. Ну, как бы там, выросли дети, для которых 9 мая святына, при Путине выросли. Вот. А потом, оказывается, да, ставят танк памятник, вот именно с намеком на то, что он сейчас поедет. Юсупер, Олег, дайте положняк, по манане Асламазян, почему ее приезжали в 2007 году. Не знаю, не понимаю, сам никогда не вникал, то есть, да, всегда она звучала фоном, как какой-то, ну, скажем, это слово, дипстейт, но не пересыкался, не соприкасался. Петр Рыбаков, Горбачев был последним титаном в 80-х, 90-х, или остался кто-то еще? Осталась. И бог даст, останется еще больше, потому что, боже, храни королеву. Валерий Ломоносов, Добрый вечер, откуда у Горби такая популярность в западной аудитории? Сегодня какую газету не открой, одна смертная любовь. Может, совки правы, что его там любят чисто из-за того, что империю убил. Ну, что такое империю убил, да, до его прихода к власти, по крайней мере, мир был расколот на две половины, и одна половина, наша с вами, да, была военной угрозой для другой половины, не иллюзорной военной угрозой. Вспомните 83-й год, когда, соответственно, там, першинги и все такое прочее в западной и восточной Европе взаимно размещались и вот-вот должны были ударить, да, друг по другу. Это исчезло. Они этим обязаны Горбачеву. Он избавил от буквально, ну, не оккупации, конечно же, а от вассальной зависимости несколько важных для Европы стран, как бы, да, это действительно такая объективная историческая заслуга. Германию, опять-таки. Ну, вот весь этот набор, то, что там, а вот в Талдыкургане перестал работать механический завод, и поэтому наши враги, там, англичане и американцы благодарны Горбачеву, это какой-то полный кал. И поебать абсолютно. Марат, относительно Горбачева у вас отлично, а колонка сегодня в телеге выложена, говорит Марат, и я говорю Марату, спасибо, Марат, давайте поставим по лайку сейчас, как бы, для Марата. Замечу от себя, что если абстрагироваться от темы величины личности руководителя и по западно-ценностному воспринять его как наемного менеджера, то получается, фирму он погубил. Впрочем, из швейной фабрики не каждый создаст Тойоту. Марат, это была не фирма, это был концлагерь. Шимпанзе один. Горбачев обычный советский политик, практически во всех хоть сколько-нибудь нетривиальных политэкономических вопросах жидко обосрался. Помните этот ролик омерзительный совершенно, где мужик у телевизора говорит, вот сидят там, типа надо жахнуть, и Шойгу ему говорит, ну жахни, пожалуйста, вот вам кнопка, и Лавров говорит, а как быть там еще с кем-то. Представьте себя, товарищ шимпанзе, простая задача, вот для вас, как для первого лица Советского Союза. Есть, да, армянская СССР, азербайджанская СССР, и как бы Нагорно-Карабахская автономная область, которая большинство населения армяне, но она в составе из Азербайджана. Не режут друг друга только потому, что концлагерь. Вот как быть? Сохранять концлагерь, ликвидировать его, тогда резать начнут. Там дилемма вагонетки буквально. Я не знаю, как здесь быть. Вы знают? Гудбет, Олег Скэт. Добрый вечер, Олег, приветствую, чат. Есть у меня друг Совок, 40 лет, он прямо оголтел, а кипятком писался от новости про смерть Горбачева, называл его гнидой и падалью, дикое, конечно, зрелище, прямо скажем. Так вот, можно ли объяснить столь рациональную ненависть Горби исключительно непониманием его роли в истории, исторического процесса в целом, или еще задействованное видение его как экзистенциальной угрозы? Да, я думаю, на самом деле, во-первых, вот нынешняя нелюбовь, она уже заново реконструированная при позднем Путине, и представить на момент смерти Раиса Максимовна, по-моему, вопрос вот этой массовой ненависти был снят. Не было такого, что типа, а вот правильно, поплачь теперь мразь, как бы, да, все как-то выдохнули, все, теперь он, ну, как бы, история, да, и его жалко. Вот, а потом заново стала возникать эта нелюбовь. Вот, да, поэтому давайте скажем, что экзистенциальная угроза именно потому, что вот человек такой же, как мы. Майфутаджо в Горби Раиса агентами 6. На Горби у них был материал гомосексуального характера, завербовали, и он сделал свое черное дело. Гомосексуалистом был Фрол Козлов, и как бы ничего. Марат, не объяснить интеграл тому, кто арифметики не освоил. Если человек верует в плоскую землю Сталина Отца, то просто очистите по возможности свою жизнь от такого человека, таков дзен на это время, и он прав, Марат. Да, Джон До, говорит Александр Петриков, максимально гениален сегодня всегда. Альдеру все, он можно ли утверждать, что если русский хочет войны, то он не русский, а советский, то есть конченая мразь, гнида и сволочь. Ну, наверное, я сегодня думал про чеченские войны, две, что вторую-то все-таки удалось консенсусно как-то продать обществу как справедливую, хотя по ее поводу масса, конечно, вопросов, и не только, там, кто напал на Дагестан, и кто взрывал дома в целом. Но вот удалось. И вот насколько это тоже вот тот узелок, который надо развязать, чтобы преодолеть проклятие постсоветской России, не знаю, будем думать. Норин не дает ответа. Олег Искапис, в небесной России Солженицын и Шафаревич играют в шахматы возле Горбачев-центра ни дубинок, ни бутылок, только воля. Да, буквально, конечно, Горбачев-центр нужен в Ставрополе. И, конечно, вот как бы, опять же, ельциноиды, путиноиды не отрицали это все же. Вот в государстве нашем, да, в любом случае, там, как бы оно ни называлось, в том, где столица Москва, а власть в Кремле, да, первый президент в истории этого государства не ельцов. Первый президент России это Горбачев. Да, и я сегодня отфрендил, отписался от Норзенфренда, того самого блогера, который фотографирует советские заброшки, да, и был арестован в Египте, когда на него напали дикие египтяне, он отбивался из-за насилия в отношении них, его должны были там отправить на бутылку правосудия, только российский МИД его спас. Вот, у него, ну, у него там постоянно какие-то теперь патриотические посты, а сегодня какой-то сверхмеро хамский пост о том, как надо, типа, дополнить Ельцин-центр, построить Адам Горбачев-центр, Власов-центр и школу литературы имени Солженицына. На Солженицыне я крякнул, и я от него отписался. Нельзя быть и мы приветствуем Шушкевич Кравчук-Горбачев в истории разной. Бывало, конечно, Джефферсон и Адамс в один день на 50 годах независимости США, но поневоле подозреваешь возможность умысла. Нет, скорее, исчерпания жизненного задания, но я вас умоляю, все-таки, да, понятно, велик соблазн, я сам сегодня произнес два имени, тоже Бакатин и Слиньков, люди, которые умерли в этот период, но все же, Горбачева, конечно, в ряд с Шушкевичем и Кравчуком ставить не надо, он, в отличие от них, он фигура действительно глобальной истории, да, человечества. Вот, Аж Шушкевич, Кравчук, случайные персонажи. Профессор Пастухов, приветствовали, Глава Ильича, и всех криптоколониальных, подождите, это не ваша реплика, профессор, чем объясняется такая человеческая теплая реакция Путина на смерть Горбачева? Стареет наш генсек и не хочет до 92 лет тянуть эту лямку? Да, 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 если я правильно считал вашу иронию. Также профессор Пастухов говорит, когда будет многократно анонсированный и постоянно переносимый стрим с легендарным политологом Александром Морозовым после секса между мной и политологом Александром Морозовым, Алексей Храбров не считал иронию профессора Пастухова, привет, Алексей. Также Розион говорит, что-либо человеческое вообще чуждо советским людям, а Путин человек максимально советский. Это да, юзер без извинения похвалит творчество Александра, буду честен не все последние обложки понимал-принимал, а вот это такая по-утсклу, что называется. Ну, как говорится, и я неоднократно упоминал полемики. Скажем так, Алексей Селегин, Анастасия Миронова написала, что материалы дела доказывают, что Сафронов виновен шпионат же, что думаете, не читал, но Анастасия Миронова поехавшая глупая женщина. Марат, пять минут до начала заваривайте чай и кофе потанцуем. Так точно, Алексей Храбров кофе кипит, а также Алексей Храбров, кто помнит Горбачева или одни малолетки собрались. Мы здесь клуб мужчин средних лет и их гостей разного пола и возраста. Поэтому, я думаю, Горбачева помнят все. Катфуфуд, говорит нам, колонка топ, спасибо большое, типа, как на собеседовании, расскажите о своих недостатках, ой, вы знаете, я очень люблю работать и не люблю опаздывать. Да, да, да. Алексей Храбров, или наоборот, Денис Тарперы, Кашин, сделай опрос, у нас для этого на Ютубе есть статистика запредельно точная и шокирующая. For YouTube, про диктатора норм, думал полное обожание Горбачева у вас, нет про отказ от переводного рубля в 87-м, перевод отношения на доллар, в чем-то аналоги денежной реформы Павлова, убийство своей валюты. Вы знаете, если бы я стал писать на такие темы, вы же бы первые сказали for YouTube, эй, Олег, куда лезешь? Алексей Храбров, сионские старцы, да, 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 и Муратова, все посмотрели сегодняшнего, нет, конечно, нет, конечно. Максим Йоба, говорит, Калтанай Малтанай, Ширин Верин Мардехай, так точно, My Photo Job, 3 декабря 89-го года на встрече с Бушем Горбачеву предъявили папочку с гомофотографиями и сказали, не подпишешь, все идет в прессу, и было это на крейсере Слава, который не его потом назвали Петр Великий на Мальте, в смысле, крейсер был на Мальте, а потом его как-то назвали по-хитрому, в смысле, по-новому, не? Алексей Храбров, говорит, Аминь, Джек Джекил, говорит, Здравствуйте, Максим Йоба, говорит, Слышно, Муратова посмотрел, А, Сионские Магрецы, видимо, оттуда, окей, не знаю ни о чем, Илья Ашихмин, добра, хорошего стрима, спасибо большое, как ужасно было вчера, знаете, я еще раз скажу, если у меня плохой интернет, а он бывает, действительно, как бы, фирменная черта на наших стримах, мне физически больно и хочется плакать, вчера как раз я там в одной переписке с одним из вас так и говорю, хочется плакать, и через минуту становится известно о смерти Горбачева, ну, вот теперь понятно, почему хотелось плакать, правда, ну, такая беда, да, британский интернет, понятно, что очень, район зависит, провайдер, как бы, да, все дела, но все-таки, да, как бы, вот вы наблюдаете мои приключения с интернетом уже четвертый год, такая жизнь, да, максимум йоба, вот хвалят, хвалят качество видео, ну, вот как говорится, как говорится, застенчивый олен, добрый вечер всем, парадоксально, но ощущаю день смерти Горбачева, как самый светлый день с начала войны, как будто получил письмо из 91 года, со словами все будет хорошо, и в автографе, я вас понимаю на самом деле, и может быть даже такие же, такие же чувства, ален Дегрель, али олег, салам алейкум, подскажите, куда бежать от прекрасной России настоящего, если тебе 24 года, у тебя особо нет денег, у меня было ноль денег, когда я уехал в Москву в 23 года, и как-то в итоге более-менее устроился, поэтому я думаю, как раз чем моложе, тем проще, нет? Романер, всем привет, в Киргизию уезжайте, и смотрите, что там будет, вдруг потом станете гением места. Антон, Антон, я один ни разу не слышал стиральную машину, да, Антон, повезло вам, Фанни Макрель, Олег, а чем вкратце был хорош Горби, выпустил нас из рабства, хотя мог, как говорится, убить. Леон Дегрель, ОИ, сложно ли получить визу или пнж на разрешение на работу в Среднем Крыльевстве? Да, сложно. Провансаль, почалося, хорошего стрима, как думаете, можно ли записать Горбачева в парадигму Лимонова-Жириновского или уже нет ощущения проходящего мимо события? Не, ну веха в любом случае, не знаю, что такое парадигма Лимонова-Жириновского, но Горбачев это Горбачев. Михаил Дворников, спасибо ему за то, что вместо свинцовых туч над нами безоблачное небо Майами. Ну да, ну да. Леон Дегрель, сложно ли получить визу пнж? Так я же ответил, да. Какой положняк по нашему товарищу Марату? Он что, мент? Он лучше, чем мент. Станислав Бышок приветствует Олега Владимирович и всех криптоколониальных и мы приветствуем Станислава Бышка. Здравствуйте, накажи, накажи их, товарищ Горбачев, отбери у них уверенный взгляд. Между прочим, на стихи Мирослава Немирова оказывается, есть трек Слава КПСС. Товарищ Горбачев, он доступен на Ютубе и наверняка в стримингах, в стримингах. Глеб Дубоносов, у вас добрый вечер из СПБ Сирич Срач-Ленинграда. В Лондоне у вас, надеюсь, хорошая погода, пока нас не отпускает Арнелла Мути. Вы знаете, вот сейчас мы с вами закончим беседу, пойду с семьей ужинать в районное заведение, планирую надевать пальто. Бао-бабай, Олег, с прошедшим днем Республики Татарстан, с праздничком, татарчики. Милов, здравствуйте, ого, какой положняк по ГКЧП, как завещал Михаил Горбачев, никто никогда не узнает, что это было на самом деле. Павел Слагуб, здравствуйте, Олег, из Стримляния, Горбачеву рип, да, а нам грустно, как там новости о Шенгене кроекрепко, да. Петр Симон, добрый вечер, Олег, светлая память МС, светлая память, Михаил Сергеевичу взял, арах. Здравствуйте, Олег, что вы имеете ввиду, когда вы говорите, что вы русский националист, что вы это складываете? Да, Шерге Русич, Назбулу, Стрелков тоже себя называют националистами, чем от них отличаетесь? В отличие от них, я не желаю смерти русским людям, поэтому я, по крайней мере, более трюшный националист, чем они, и те, кого вы назвали, Назбулу себя националистами не называют, да, русичи, скорее нацисты, это тоже другое. Артеодор, Олег Владимирович, добрый вечер, добрый, Леон Дегрель, все тетикла медкарточка сержанта изнасилованного Кадырова, Метани Руфл, видел, Глеб Дубоносов, Фоллс, напоминают цитату из Шевчука, ты вчера был хозяин империи, а теперь сирота, да, Смайлик в Трико, добрый вечер, ОВ, прекрасная, довольно подробно описанная колонка про Горбачева, вы считаете его лучшим правителем России в истории, да, Милов говорит, надеюсь, что сегодня ваш провайдер не поил говна, вот да, опять-таки подумать, в Лондоне интернет хуже, чем в Донецке, как так? Роман Эр, вы знаете, как будто после той беседы Муратова и Киселева второго немного попустила, он сказал, что если при Майдане была сегодняшняя Россия, то Майдана бы не случилось, с чем лично я абсолютно согласен, так что может не все так потеряно с украинцами, как считаете, да черт его знает, не нам решать. Снеслав Огородник, но Киселев все равно, как бы он как не чувствует себя лохом после встречи с Муратовым, я еще не догадался спросить, не спотографировался, не взять автограф, это нормально, да, вот у Темы Лебедева же есть, извините, за мат серия фотографий в жанре мне похуй, когда он на фоне чего-то великого и важного, да, сидит, ткнувшись в телефон, это нормально. Денис Кожев, ой, слушайте, а ко мне сегодня синичка прилетала, я такого никогда не видел и прямо готов уже сказать, что это был Горбачев, я вначале подумал, что она раненая, а потом оказалось, она просто прилетала, прилетела, села на стул рядом со мной, посидела довольно долго, нахохлившись, прилетела на стол, на улице я курил, прилетела на стол, там стоит горшок с засохшим цветком, посидела в горшке, вот я там пофотографировал, кружок с ней записал для густапсового чата, думаю, наверное, реально раненая, больная, потом нормально, бодро вспорхнула, улетела и все, и не видел ее больше. Петро Симон, сегодня в ГЧ или у себя на канале постили фото, где МСЭ, Ельцин, Путин и Собчак. В этот момент подумала, ведь кто-то сейчас, буквально как Путин, на той фотографии уже держит чей-то портфельчик. Да, конечно, да, конечно. Никита Зайцев, всем привет, Олег, а ваша статья про Горбачева-диктатора написана сегодня? Да, я еще раз скажу, некрологи заранее писать последнее дело, плюс у меня темперамент, как бы авторский, да, воспитанный, конечно, в том числе и многолетний, практика Репаблика, когда ты сам себя публикуешь, если статья написана, она не публикована, ты себя чувствуешь, там, не знаю кем, человеком, пережившим какую-то неудачу в половой сфере, условно говоря. Я пишу, публикуюсь, мне это прямо вот для физиологического состояния важно. Николай Мичурин, с лысой головой в поле полосатое будущее Кашин строит наниломом и лопатой. Это не поло, это Хенли. Бутатер Онлайн, ТГ-канал записки Мичмана Птичкина, инфа по Херсону без цензура человека с мест. Вчера многие обращали внимание, что одни и те же люди скорбели и ругались, что не скорбят другие по Дарье Дугиной и улюлюкали на смерть Горбачева. Как бы противоречие. И только Мичман Птичкин, видимо, действительно по профессии какой-то военной, Мичман, значит, да, написал, как здорово, что мы, да, коллективный педагогический телеграмм, так реагировали на смерть Дугиной и на смерть Горбачева. То есть, вот как раз для него противоречия нет. Это нормально, типа, там, своих любим, на чужих, так сказать, срем. Марат, символично, что Горбачев умер в это самое время, дверь скрипнул, закрылась, в комнате стал одиноко, пусто заткло, прощай, свобода. Да. Мистер Ёжик, здравствуйте, я знаю, вы много общаетесь со Световым, почему он постоянно говорит, сейчас переформулирую, чтобы не вырезали, чего он боится, кто будет его вырезать, я жмот, поэтому не могу на свет. Я вам сам объясню, потому что, ну вот у меня так довольно часто бывает, иногда до каких-то прямо вот, это не про список ФБК, так понятно, его враги писали, но про репутацию, да, иногда это прям вредит. Когда что-то произносишь, Кириенко, мочи татар, да, а потом там уже годы спустя какие-то татары говорят, а помните, Кашин призывал убивать татар по этническому признаку, а он не призывал, поэтому Светов делает правильно. А Артемий Стрелецкий, главная трагедия Горбачева заключалась в том, что он был готов к свободе, а люди его окружавшие от Рейгана до Сахарова, от Ельцина до последнего лидер свободной Литвы, нет, ну, наверное, лидер свободной Литвы был готов. У Парфенова фильм о нем, не сказать, что лучший фильм Парфенова, но с гениальным финалом, да, что вот все, что там это было, да, с 1985 по 1991 год, ради чего? Ради Эстонии. Вот, и ты идешь, Парфенов идет с Марио Лауристин по Таллину, только что ввели евро в обращение, и вот как бы город, который был этими, этими давлатовскими, так сказать, еврозадворками Ленинграда, да, теперь обычная европейская столица, и вот одно это стоило всего этого. Понятно, что дико звучит, и нечестно, и нехорошо, но тем не менее, вот такой посыл. В сети пишут, что сейчас Горбачев еще и ад развалит, так, да дудо внедрешь, да, голос Задорного, если не знаете, да вот дудо внедрешь, а у диджея Грува Горбачев эксклюзивно записывал. Сквизи, Олег, про президентский нос, да, забыл, а я же его даже помню, то есть любая покупка, там, ну, тогда еще цены печатали, там, жестко на товарах, там, типа на колбасе, прямо написано, там, колбаса, там, два рубля, да, и цена больше на 5%, люди калькуляторы покупали, чтобы высчитывать, да, конечно, конечно, но его быстро отменили, или как-то свели к профанации, то есть, там, в марте, наверное, 91-го года, я сам помню, там, идешь в киоск за газетой, на ней написано 10 копеек, платишь 11, да, потому что президентский налог, а, по-моему, в апреле уже нет. Вот, смерть погрома, или Горби вас подрисла больше, или всего лишь повод для некролога, нет, ну, не надо так говорить, про повод для некролога, но, наверное, смерть Егора, как более неожиданная, да, и более, ну, такая, трагическая, прямо скажем. Ридли Скотт, добрый вечер, или как считаете, каковы будут последствия озверения наших граждан, которые сейчас ведет Путин, трагические будут последствия? Алексей Храбров, Бакатин передал чертежи жучков посольству американцам, да, правильно передал, и надо было все им вообще отдать. Ирина Цапенко, добрый вечерочек, Олег, спасибо за лучший сунжанр и слин, спасибо вам. Как думаете, почему была такая аура откровенная лжи, недоговаривания вокруг аварии на ЧАЭС при Горбачевской гласности? На старте гласности и все же не такая аура откровенная лжи, как если бы это было в 83-м году. Марат говорит, Бакатина в Вятке, помнят по-разному, помнят, да, он был у Вас первых староком, а я знаю, но я понимаю, что его должны, наверное, не любить. Сайкс Крамеров, добрый вечер, уважаемые, по поводу сегодняшней песни в вашем канале, которая прощает, господин президент, первый и навеки последний. Подразумевается, как президент СССР или нет? Да по факту нет, потому что, что Ельцин, что Путин, они не президенты, они эти самые нежики. Андрей Краснов, туалета не нашел, а процесс уже пошел, да, горби в море, искупался, глядь, путчистый, испугался. А помните еще, Горбачеву снится сон, не на этом свете. Он видит длинный стол во сне и решетку на окне. Ты-ты-тын, преклонили все колени, входит вместо бога Ленин. Марат говорит, дайте лайки, Олегу Накичу кинем, каторжанину нужен греф. Марат, зачем вы так? Но лайки нам нужны, это правда. Михаил Дворников, Горбачев хотел договориться, как Китай договорился с Никсоном. Американцы все свои обязательства перед Китаем выполнили, Горбачева откровенно слили в унитаз, потому что в Китае не было Ельсона. Джеймс 72, Горбачев мог сохранить СССР, но не стал этого делать, потому что высшие силы приказали ему разрушить союз. Я вас умоляю. Токсик Дюк, Сталин нет, Сибирь нет, Калашников нет, Афганистан нет, Ленин да, Барышников да, Евтушенко да, товарищ Горбачев, товарищ Горбачев, до свидания, дальше слова не помню, а вы и я не помню, но понимаю о чем речь, моя фото жоп, не было никаких саперных лопаток, все травмы гражданских, аспексия, а у солдат колотой резаной раны, учите матча, доклад генпрокурора Трубина два года спустя, доклад комиссии Собчака немного другой. Вадим Разуваев, совок надо было деконструировать, но как по вашему мнению лучше было сделать, как Горби или как Дэн Сяопин? Дэн Сяопин модернизировал радикально, да, дай бог каждому, но модернизировал концлагерь. Люди, которые сегодня, либо в Синьцзяне вообще понятно, но люди, которые вот в этих трудовых кампусах собирают айфоны, вы бы хотели быть таким человеком? Окей, не за чашку риса, а буквально за айфон, но тем не менее. Китай – таталитарная диктатура. Да, богатая, да, благополучная в этом смысле, но врагу бы я не пожелал там жить. Трое известных Райкиных, Райкин отец, Райкин сын и Райкин муж, шучили в позднем Савке. Шутили, конечно, да. Михаил Дворников, Медведев, если станет преемником, может прогласить себя президентом СССР, и Запад будет вынужден иметь с ним дело. А как же сажи у Малатова? Инсовет Раша, там все, весь Кашин, все, Горбачев был хороший, Кашин нет, не был, почитайте мою последнюю колонку, все прочитав колонку Кашина. Оказалось, Горбачев не был таким хорошим Кашин, ну почему был? Ну да, но как бы это не должно быть самоцелью. Артеодор хвалит мою статью, спасибо Артеодор, Украинченко, ага, Сатана лично приказал, да. Гремл, 1,9,8,7, здрасте Олег, не имею мнения по Горбачеву, у нас принято его ругать, но он оказался в уникальной ситуации, 25 мая 2016 года, принимал верные решения, апреля, все-таки нет, мир ему обязан в какой-то степени, да. Вова Шифер, здрасте ОВ, как вы боретесь с плохими привычками Нила, типа грызть ногти, или в носу ковыряться, добрым словом исключительно, но нету никаких адовых привычек, есть одна, вот иногда, так майку грызет, если увлечен там, не знаю, игрой в компьютер, но это, я думаю, поправимо, а сегодня он какую-то херотень нашел, там, игрушку с фонариком, играет в нее, в батарейке садится, он такой, папа, у нас есть батарейки, а мне лень идти искать, наверняка есть, я говорю, нету батареек, там, завтра куплю, он такой, нет батареек, нет, нет батареек, а если найду, откуда это берется, не уверен, что из ютуба даже, мне кажется, это из ткани русской совести, Милов, лайки, да, лайки, 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 Андрей Николаев, после смерти Черненко, с утра прибежал знакомый хипан, и сказал, что по BBC передали, что генсеком будет Горбачев, а он разрешит слушать рок-музыку, а больше ни о чем не мечтали, вы знаете, мне за пять минут до появления новости на лентах, сказали, вот, и, что, 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 что с такой информацией делать, а ничего, Вадим Разуваев, может лучше дать сначала, в смысле о смерти, как бы это ни случалось, может лучше дать сначала только экономические свободы, обогатить людей, а потом уже зажиточной в общем массе людям раздавать политические свободы, ну, как говорится, это уже когда на руинах после Путина, давайте будем так экспериментировать, Джеймс, 72, Олег, я сам лично бился с ГКЧП, я рвал морды этим солдатам, слово флуды, да, из некоторого эпохи ЖЖ, я вас на время убираю из нашего отчета, дорогой, Джеймс, 72, Андрей Миронов, если бы не смерть Михаила Сергеевича, то был бы шанс, что с ним назывался ВСУ, убивать русских коров, да, военкоров, давайте говорить прямо, но нет, так-то он был бы последний день летний, стоит молча у двери, сегодня последний день, последнего лета, дорогие друзья, потом будет апокалипсис, Олег и его прогнозы, звук тихий, Андрей, привет, Андрей, ну где ж ты был, ну где ж ты был, ну обними меня скорее, сквизи, про Шварнадзе в точку, помню 20 августа, с первого года Белого дома, его приехавшего в Чайке, толпа встречала как мессию, сейчас, вспоминаешь, прям поражает, да, и согласно апокрифу о Дмитрии Рогозине, который сам же Дмитрий Рогозин мне рассказывал, поскольку Рогозин такой, собственно, черненький, его приняли за охранника Шварнадзе, и пропустили на трибуну Белого дома, и там он впервые в жизни выступил, и с тех пор не перестает выступать, перестал, правда, уже, но тем не менее, вся карьера якобы началась так, Марат, Вадим Разуваев, так, черненький, в смысле, подумали, что грузин, Вадим Разуваев, так, стоит только более-менее зажить, так сразу отпадает необходимость политических реформ, вот такая заковыка, колбаса, так, Михаил Дворников, интересно, кто из западных лидеров приедет на похороны, Бриджонсон, Валенса ставлю на то, что никто, Греб Жеглоб, здравствуйте, я Алексей Суфьев, а где его похоронят? Возле Раисина, Новодевичем Андрея, звук должен быть громче, так, абсурд абсурдов, приветствую, не считайте, что большинство россиян оптимален Путин, и что на честных выборах выиграл бы он, или схожий по духу, ну, нет, Путин, выигрывающий на честных выборах, это уже не Путин, да, если это так, есть ли у вас какие-то варианты психологической помощи, стрим в 9 вечера по Москве, Саша Греков, Слинков умер 3 недели назад, вот, я же говорю, Олег в форме английского каторжанина, русского матроса, Михаил Дворников, Гребачев в последнем разговоре с Бушем упоминал Крым и Донбасс, Буш прервал разговор, дальше общался только с Ельциным, ну, слушайте, Дмитрий Гамов, дорогой ОВ, как вы помните события ГКЧП в Калининграде, а я был в Старополе, в это время мама у меня митинговала, у нас Шивчук пел, два события, умер дед, который выступил на трибуне, сказал, я член партии КПСС 40, там, типа, пятого года, и мне стыдно, что я член партии, сошел с трибуны и умер, это всех потрясло, а через два дня Шивчук играл, когда 21 числа победили, вот, два хайлайта, а я был в Старополе, мы картошку копали, Гуза с папой, Гузаритовы, Олег, здравствуйте, зачем вы издевались над престарелым усопшим, и пели ему все по плану, дедушка не понял, понял все, дедушка, он был норм, так, Артем Аполлонов, Олег, не кажется ли вам, что Горбачев может стать спасителем России, обеспечив энергию на Западе, умер, умер, MyFotoJu, все доки по сформированию Сербии, разработаны лично Андроповым, так что Горби просто выгибнул программу Андропова, кружок Чубайса был образован, да, примерно так даже, а ну-ка быстро, все лайки развода поставили, и лучше по-хорошему, надо хлопать в ладоши, интересно, усопшего будет хранить два раза, или ВВВ подъедет, ну, стыдно будет, если не подъедет, MyDogVision закончилась на грустной ноте, Юрий Дегтярев заработал денег сошел с ума и сторчался, остальные разбежались, ну, это логично, абсолютно да, у меня сегодня про них, ну, не про них, про их знаменитый ролик, я русский оккупант, в архивной рубрике, известная старая колонка, Сэм Никель буквально работает в Яндекс.Доставке, да и хуй бы с ним, Михаил Дворников, нет никаких гарантий, что Горбачев последний президент СССР, есть, есть, пожили 30 лет без совка, подышали воздухом нормальной жизни, и вот затягивают обратно болотные кикиморы, кровавые, к тому же, спасибо, конечно, Горбачеву за это хорошее время, спасибо ему, да, Мор 4.6, приветствую вы в чат, никогда не пойму поймать начало стрима, а в чате напередут кучу вопросов, почему так, сегодня первое, что я услышал, я месяц ждал мужика, ну, ничего, каждый дождется своего мужика, Ник Волгин, Янаев из Комсомола вырос, да, естественно, и тот же, заметьте, Горьковский обком, что и Кириенко, нет ли в этом загадки, Горбачев был самым великим человеком современности, после смерти Солженицына, да, Горбачев помогал Ельцину, потому что такого было здание от МИ-6, это да, History Films, а разве Федор Кулаков не бухал как конь, да, естественно, даже в Википедии написано, что там его нашли мертвым утром, когда он, типа, должен был спать, а на полу, две пустые бутылки от коньяка, но, допустим, Соловьев и Клепикова, если помните, писали, что его лично Андропов застрелил, кстати, кто еще жив, Рой Медведев жив оказался, представляете, то есть буквально, не то, что там где-то жив, там где-то на пенсии, его комментарий был, когда вот Абе погиб, да, Абе погиб, я путаю их, в общем, он про него давал комментарий на РТВА, Украинченко, почему Савок был таким хлипким, что какие-то минимальные, несерьезные свободы Горбачева смогли его разрушить, его разрушил номенклатурный реванш во главе с Ельцином, А Артеодор Олег как думает, если бы из Горбачева пришел условный Романов, пошло бы все иначе, до сих пор бы в крови барахтались, конечно, Михаил Дворников, Горбачев, Ельцин, Путин, разница настолько велика, просто она нарастала понимание, что нельзя верить Западу, не надо никому верить, конечно, даже мне, Горбачев всего шесть лет рулил, да, а, говорит Марат, бэ, говорю я, ставьте лайки, Михаил Дворников нарастал, они у первого лица на всех этажах, да, диссиденты еще сидели при Горбачеве, например, дагестанский диссидент Милана в 89-м вышел, сидел за несоветскую агитацию, ну вот, после 89-го не сидел, был краткий период, когда не сидели. Александр секретно, в танках отключат, закрытый после начала войны, в мире танков, да, какие брови у прокурора по делу Сафронова, но вообще-то другой антропологический типаж, как бы это по-ксинея Ларински не звучало, Ксения Ларина, конечно, тоже не такая антропологически, как мы с вами, здравствуйте, является ли Краснов потомком гитлеровского коллаборациониста, Трифняк Антон, почему он не сносит памятник Краснову под Ростовом-на-Думу, потому что памятник, во-первых, Краснову нужен в России, и правильно его не сносят, но если окажется, что прокурор Краснов потомок Краснова, это было бы клево. Ирина, жена Виктора Салтыкова, ну, слушайте, Норлэн, Олег, какую роль его близкое окружение сыграло в смуте в этой выходе из нее? Горбачева, октябрьское окружение, Черняев, Шахназаров, вот этот круг, я думаю, никакое. Насколько были его решения? Да его, конечно. Большое ли влияние на Горбачева оказывала Рейса Максимовна, они просто были одним целым, кроме шуток. А мертвых либо ничего, почему президент предал народ, президента свергли заговорщики во главе с Ельцином. Головерская пуща. Айда, всем свеки в этом чате. Путин может повторить судьбу Горбачева в том смысле, что в конце управления останется популярным за рубежом. В Сербии да в Венесуэле. Да. И ненавидим на родине. Выступление Твальталькова на Дворцово и его песня «Господин президент» привели к его убийству в назидание артистам, чтобы в политику не лезли. Легко. Когда у Олега крутые статьи, сегодня читаю их по статьчастям, чтобы растянуть. Спасибо большое. Сатана Фромвятка говорит копирайтер. Здрасте, копирайтер. Трифняк Антон. Является ли Краснув? Является. Так, Рогожин работал на паромах СПБ Хельсинги Стокгольм. Теперь вообще непонятно где. Привет, Анна Слепцова. Привет, Ого. Рогожин пел на паромах, надеюсь, не этим самым, не стюардом. Дмитрий Петров. Олег, как думаете, жалел ли Михаил Сергеевич о том, что бросил миллионы русских? Это Ельцин бросил. Как многие радуются смерти. В лицо никто ничего не сказал. Я ему говорил, что я его люблю. Слава Богу, успел сказать обнять. В Армении ебанутые водители. Аргумент согласен. Открыл украинский канал. Там радостный пост смерти Горбачева. Так, если сами армяне не пишут про заговоры, что может реально сбили, ничего придумывать не надо. Ну, слушайте, мы не читаем армян, вот когда они пишут по-армянски. Может быть, там много всего. Тысяча онлайн. В детстве ждал смерть четвертого генсека. Не мог представить, что он умрет гораздо позже, чем я сам внутри. Вы знаете, я тоже на самом деле, ну, там мне 5 лет, да, и я там, причем, окей, ретроспективно, я вижу, что как бы там лежат журналы, там, не знаю, здоровье, да, с некрологами и вот спецрелизами. Значит, там, умер Брежнев и выступает член политбюро Андропов. Умер Андропов, выступает член политбюро Черненко. Умер Черненко, выступает член политбюро Горбачев, который делает сперлисом. И я говорю там маме, папе, а вот я понимаю, что после, когда Горбачев умрет, будет Алиев. А почему Алиев? Алиев член политбюро. Вот это такое воспоминание, помню. Марков про Афекс Трейдзен знает получше иных, да. Дед, ну сколько можно? Да. Звук, правда звук? Все шикарно. Рогожин в аукционе еще был, мимо меня прошло совсем. Какая у студента Густайна? Ой, Марат, я был на военной кафедре секретщиком, у меня тоже была Густайна. Когда заводишь микрофон в монитор, справа в угол, все А, в этом смысле. То есть вот так будем говорить, друзья. Давайте закончим на эту беседу вот таким форматом. А вы уверены, что Марков мета-ироничный, а не слабоумный алкоголик с делирией? Да. У меня одного все висит. Слушайте, не издевайтесь, не висит. Триста, говноедам тут не рады, так раньше, как раньше. Так. Нелояльных актрис вроде бортичнее, не хочу так, как будто бы все-таки до поллица закрыто. Дальше сниматься, в фильмах, типа «Туриста-санцепек». А, вариант, да. Ельцин лучше Горбачева. Горбачев балабол, Ельцин нет. Согласный? Нет. Рубрика «День в истории». Она. Рано или поздно к прогнозу погоды придем к отфуфу. 300 лайков стали нормой. Это все Марат. Вадим Разуваев под ситуацией у русских правых с 20-летним стажем мозги текут. А ксюмарон русские с чеченцами и тувинцами воюют против хохлов и Европы. Как все переворачивается. Да. В Венете появился рассказ бывшего сотрудника разведки ГКБ теперь за границей живет Крыльжановский. Пишут, что Талькова санили по указанию верхов. Шляфман работал на сына Бакланова из ГКЧП. Олег, покажите гирьку на ноге. Тяжело носить. Ауе. Гирька не гирька, но я рассказывал, что вот этот тельняшечник, да, у него дедушка воевал на фронте, на Первой мировой и прокладывал кабели. И поэтому в тельняшках в любой футболке есть медная клепка в память о дедушке-радисте. Касавюр, то это символично, что буквально на днях украинцы представили новые вооруженные силы Ячкерии, которые наступают под Херсоном. Ну, тоже в это не очень верим, если честно. Вадим Розоваев, учебник украинского языка, реальное повторение совкового подхода, да. Ягуар, Горбачев, Риб, да. Завтра в вашем родном городе Путин проведет показательный урок. Я думаю, будет кринж, но мы все будем как-то тело на этой ноте, но мы отлистываем убедительно и твердо. Узбеки зарезали лайк, поставили. Как думаете, учеников привезут с собой из Москвы в Калининград? Путин, да. Горбачев революцию делал, а Ельцин считал контрреволюцию именно. Та самая тельняшка, да. Хулио Хоринит, а вот вершина. Шедевр, но вершина военная публицистика. Милосердов лайк. Артеодор, Олег, вы же понимаете, что людям в окопах было насырено до буквально называния Оренбурга. Да ради бога, разве это имеет значение? Милосердов крутой и циничный, да. Артеодор, есть же великолепная фотография, где танкисты смотрят на Оренбурга, да. Артеодор, как думаете, транзит в России, власти в России идет? Да. Так глупо прозвучит, только сейчас понял, что Оренбург субей немца и Оренбург, написавший Хулио Хринита. Один и тот же человек, кто читал. Все. Я в смысле тоже. Реклама 29 Давыдова вернулась. Есть положняк по нему, гений. Тимур Миляков, уважаемый ОВ, а если Путин даже в 92-х, от него тоже будут скрывать? Горбачева не скрывали, он не понимал. Артеодор, сегодня 25 лет гибли принцессе Дианы. Как думаете, несчастные случаи или помогли? И сегодня вас вспоминают, хоть об этом, я не выходил сегодня на улицу. Судя по тому, сколько живет подобная горбатому мразь, сами вы подобная горбатому мразь. Я привел пример со швейной фабрикой, дорогие националисты, сообщаю, Cut for Food, дорогой, я случайно кликнул на Телеграм, и открылось ваше сообщение. Теперь оно у меня прочитано, я про него забуду, поэтому если вдруг как бы вы меня сейчас слышите, напишите мне, если у меня есть все, в личку в Телеграме. Какая реклама с Горбачевым больше всего понравилась? Мне с Луи Витон. Сосните хуица Илья. Решить армян-азербайзанский конфликт Горбач мог просто переслить всех армян в Армению, азербайджанцев в Азербайджан. Отличный план. Сегодня Люсине, как ее зовут, но которая около пусирает, да, в Швеции живет, как раз ее бомбит от того, что значит Горбачев поощрял депортации армян из каких-то приграничных сел с Азербайджаном. Приди, Горбачев, к власти в 50-е. Он был бы как Хрущев, всего трое русских, Маленков, Хрущев и Горби. И все конвенции онально мерзавцы. Горбачев не мерзавец. Валерий Сойфер, да, показали Олега Кашевого. Почему ни хули ухренит? Вполне антивоенная книга. Не, ну как бы я говорю, просто выше, как текст, да. Так-то нет, понятно, шедевр. Неужели солдат ВДВ, что сейчас в Украине не возникает мысли, что кадыровцы резали их предшественников? Вот я тоже не понимаю. Горби, советская Тэтчер, по уровню хейт-консенсуса. В ЮК, да, ее тоже не любят, здесь сталкивался. Новодворская, Ассоциация Горбачева с Гитлером. Да, я писал, что ее арестовали. Какой район в Лондоне любите больше всего? Мэйфэйр, крейсер, допереименовывали. Верегов Норвегии утонул. Зашел на сайт Горбачев фонда. А, да, там прощальные письма, подведены тексты, подведены письма. Посмотрю, интересно. Горбачев такой же партийный аппаратчик? Да не такой же. Олег Норвегович не хочет позвать на Симборового? Нет. Кто тащил Горби на выборе 96? Не Ельциновский или технологи? Нет, 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 он сам хотел. Крейсер Славы переименовали в Москву? А, это он, да. Не будем забывать, что именно Горбачев притащил в РФ Сороса и компанию. Заодно это его нужно было судить за то, что в 90-е соросовские учителя, там, преподаватели и так далее не умерли от голода и нищеты. Конечно, Савок будет за это судить. Это нормально. Гузари ТВ. Горбачев не был демократом, не провел приватизацию, Ельцин отплясывал, не наказывал, унизительную сатиру даже КПСС не запретил. А надо было, ну, запретил, извините, а потом КПРФ посоздали уже в виде муляжа. И да, не был демократом. Выборы 89-90-го года самые свободные при Ельцине таких не было никогда. В Донецке Старлинг. Олег, в бога верите? Да. Олег, почему вы сегодня в тюремной робе? Нет, это морская. Какое ваше отношение к Прилепину как писателю? Он нормальный. Может, Горбачев был как раз Путин, после его смерти будет распад РФ? Я так думал о Жириновском. Ягуар, вернее, даже писал. Гузари, Олег, не говорите, пожалуйста, гомосексуалист. Слово указывает на идеологию, я из себя слово пидорас вытравлял годами, но смог избавиться. Рано или поздно начну говорить, как это надо, ЛГБТК плюс, да? Отжим пошел. Не готовы Литовцы с эстонцами на никакой свободе. Совки такие же. Артемий Стрелецкий. Ну, слушайте, все мы совки. Отливатель в граните. Вы гражданин СССР, я-то был, да, про убийство Талькова, чуток ошибся, 6 октября. Вот. Благодарю. Точно помню, совсем мелкий был. На ценниках красной ручки приписывали президентский налог. Да, блин, дед, помню, многие прямо могли на время отдать американцам, они жизнь наладят. И вы повторяете, как 30 лет просрали. Да, конечно, просрали. Я шепешу об этом. Писал безотносительно Горбачева в предпоследней колонке, что да, просор на 30 лет, правда. Бот Ютуба не пропускает, сейчас словарная педерасты правильно делает. Какого рода может быть дискуссия вокруг Второй Чеченской? Разве не смеется конспирология теории президентский сахар? Территория Эчкерии на 99-й год представляла собой рождебную пиратскую гавань. Какой-то набор, опять-таки, лозунгов, актуальных в 2000-м году, а сейчас не трогающих совершенно. А Украина бы напала на Россию 25-го февраля, да? Кому еще нужны были взрывы? Ну, вот именно. Все скорбят по горбе, а Юный Лансберг сказал не скорбим, не простим, сука. Ну, у литовцев это непрерывная история, как бы, то есть, не сказать, что они сейчас как-то обострились. Сергей Васильев идет прощаться, я прошу прямо его от меня также поклониться. Друзья, так, перемирие Бекер приехал, чтобы Путин сидел в Сочи, а прощался Рыжков. Да, Рыжков интересно, но ему тоже сколько? 93. Горби лучшее, что у нас было, да, в Киеве, и на тоже лучше, чем в Лондоне, Кек. Да и в Москве, прямо скажем. Киссинджер должен Киссинджер, да, и записку. По России, Детройка, в это время был в Шпаковке, картошку копал. Федерик Сеев, а мы не рядом ее копали, ни на одном поле. У нас было, вот знаете, дорожка от Снеиска к Школе к Третьей и по левую руку. А, нет, вру, это в 90-а... А, нет, там было, там, в 91-м году, да, там. Нет лайков, если найду. Кто из советских вождей, кроме Горбачева, не упокоился в Кремлевской стене? Хрущев и Ленин, ну и Маленков, если мы его считаем вождем, хотя спорно, конечно, в смысле он не был лидером партии. Картошку 19-го, не один день, да. Горбачева пережили, переживаем им Путина, придет ли облегчение? Нет, нельзя пережить всех, нельзя. Любопытно, что малая родина Янаева, находится в Горьковской области буквально в двух десятках верст от малой родины главы Академии наук Сергеева. В общем, в этом интригующего. Как думаете, смогут ли в Якобы выйти за Ройзмана жестко? Да. Дед Олег только зашел, спасибо за колонки. Руслан Казаков, спасибо вам. Михаил Любимов прикололся, написав книгу «Операция Голгофа». Да, это же прикол, многие поверили. Помню, как мой отец коммунист в детстве выгодил Горбачева, потом в 90-х иногда видя его телевизором вздыхал. Вы знаете, я думал об этом, вот у меня, опять же, это вот как конкретно вот это современническое детское абсолютно, как ты воспринимаешь Горбачева, да, как бы там он с моих пяти до одиннадцати, понятно, совсем детство, ну там, понятно, вначале пофигу, потом там как-то на родителей ориентируешься. В итоге, да, уже задним числом я как-то понимаю, что там, полюбив его с годами, значит, ну там, весь этот набор, сколько про него говорил, писал, сам неосознанно выбираешь его на ролевую модель, а что это значит? А вот хейтят так же, блин, и в смысле, и от этого непонимания страдаешь. Не висит ничего, лучше микрофон, было громко, но почему-то круто, дорогие товарищи, да. Родился при Брежневе, так, спасибо, так, помни лет в пять рисовал пред Горбачева в подарок своей бабушке. У меня есть, у всех, наверное, в смысле, все знают книгу «Толстое издательство Ташин» про ГДР, книга с картинками, и там в разделе про, типа, протестное искусство, причем вот в 89-м году в Германии вошло, может, протестное искусство в ГДР, есть портет Горбачева официальный, без пятна, и какой-то честный немец, к нему прорисовал пятно, вот, типа, такой перфуманс. «Захохлов ответите, рашисты, это да, родился при Брежневе, надеюсь, не умру, кстати, знаете, кто еще родился при Брежневе, Медведев, меня это поражает почему-то, вот мы с вами при Брежневе родились, и он, а Сергей Ярошенко родился при Горбачеве, живу при Зеленском, ну, при Щербицком родились, наверное, тогда, да? Гузари, не осознает себя ребенком известного человека, я думаю, скорее, что он предполагает, что у всех детей родители в той или иной мере известны. Давайте обострим, чьей смерти можно будет открыто радоваться, не сталкиваясь с критикой слева и справа, Кадыров, Пригожин, Лукашенко, не знаю, мне где-то валялась книга Александра Зиновьева, сборник статей, где некролог про Суслова начинается, типа, словами, «Сдох Суслов», и да, 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 не умер, а сдох, потому что он был мразь, и даже Суслов, ну, коробит, елки-палки, не знаю, ну, Кадыров, Кадыров, че Кадыров, слабак разваливал, так, недавно, Милов, Олег Ильич, недавно прочитал статью «Донбасс жертва Путина», скажу честно, я заплакал, не плачьте, лучше приезжайте туда, куда вы собрались, Морс 436, Горбачев был главным в СССР, виноват в распаде, нет, Олег Фролов, после потери Херсона военная хунта перережет всю Москву, как говорится, Лизаров Михаил, котирует или проходняк, гений, всем привет, говорит юзер «Анальный говносос», всем привет, я Майкл Наки, здравствуйте, «Анальный говносос», Сэм, ножиков не хватит, хунти, Горбачев виноват, проманану Асламазян, дежурный был тейк, я говорю, что странно, что никто не подозревает подвоха, при каких обстоятельствах утрачена фаланга пальца, без варежек ходил, на этой ноте, друзья мои, мы прощаемся с вами, благодарим гениального Александра Петрикова за обложку сегодняшнего стрима, и всех, кто здесь был, Марата за модерацию, лайкеров за лайки, так и не преодолели мы с вами 600 лайков, еще есть время, да нет, на самом деле времени, напоминаю, завтра, вероятно, один стрим будет сольный раньше, а в 9 будет милосердов, всем пока, всем спасибо, до свидульки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok